Привет, друзья! Сегодня я расскажу о прицепе VIP-класса. Это прицеп Caravan Abbey Spectrum 2003 года выпуска. Стоимость данного прицепа составляет 495 тысяч. Как видите, это двухосный прицеп. Расстояние от передней до задней стенки составляет 635 сантиметров. Прицеп имеет две зоны, односпальная и однообеденная. Оснащается всеми любимой французской кроватью, французским окном. И имеет пару интересных решений технических. Во-первых, внешняя стенка отделана пластиком. У 99% прицепов внешняя стена это алюминий, алюминиевая панель. Конечно же, пластик более долговечен, более ремонтопригоден. Поэтому я думаю, что это очень большой плюс для прицепов-караванов. Масса прицепа составляет максимально разрешенная 1766 килограмм. Масса в снаряженном состоянии 1475 килограмм. То есть грузоподъемность прицепа у нас без малого составляет 300 килограмм. Что для прицепов-караванов это достаточно много. Повторюсь, прицеп двухосный. Оснащается литыми дисками. В центральной части, здесь как видите, у нас большое французское окно. Но о нем чуть позже. Здесь у нас лючок, откуда вытаскивается кассета для поворотного биотуалета. Заливная горловина. Сюда заливается вода для слива. Здесь при установке палатки вы можете открыть. Отсюда будет поступать горячий воздух в палатку при работе обогревателя. Небольшой отсек для хранения вещей. То есть, например, для обуви поставили сюда обувь, чтобы ее легко было достать. Открыли, достали, переобулись. Здесь розетка на 220 и 12 вольт. Также у нас имеется возможность через быстросъем подключить внешние газовые приборы. Если у вас, например, стоит палатка, вы можете поставить в нее газовый обогреватель. Ну, либо что-то еще. Традиционный передний бокс, в котором хранится запасное колесо. И место под два газовых баллона. Также здесь хранится ключ для лап и трубки для слива воды. В канистру для серой воды. Стекла на караване все целые. Никакого лишнего герметика. Все замечательно. Сюда подключается помпа для забора воды. Система водоснабжения прицепа. Прицеп также оснащается внутренним баком, который я покажу чуть позже. Здесь у нас система выхлопа бойлера. Бойлер установлен уже современный на 10 литров. При работе бойлера от газа отсюда будет выходить выхлоп. Место для хранения аккумулятора. Как видите, сейчас прицеп подключен к системе питания 220 вольт. Здесь у нас установлен аккумулятор глубокого разряда. И сюда выводится внешнее подключение телевизионной антенны. То есть вы сюда можете поставить антенну и подключить ее к каравану. Система вентиляции кухонной зоны. Система вентиляции и система выхлопа холодильника. В задней части у нас установлен люк, через который можно доставать вещи из-под задней кровати в задней спальной зоне. Также имеется доступ, если откинуть кровать, это я покажу чуть позже. То есть имеет доступ изнутри прицепа в этот же самый отсек. В задней части установлен велобагажник на три велосипеда. Кто любит путешествовать с велосипедами, откинули багажник, закрепили велосипеды и поехали путешествовать. Теперь пройдем внутрь. Здесь также, как видите, установлена радиоантенна для установленного внутри радиоприемника. Прицеп, как и все английские прицепы, имеет две вилки. Черную и серую. Черная служит для работы стандартной 7-пиновой вилки. Черная служит для подключения к автомобилю и работы внешних световых приборов. Серая для работы внутренних приборов и внутреннего освещения. Давайте пройдем внутрь. Как видите, у нас горит свет внешний. У прицепа уже установлена современная дверь с карманами и пластиковой вот такой отделкой. Здесь солнцезащитная шторка. Прошу. Закроем дверь. На дворе последний день октября. На улице сыро и холодно, а в прицепе у нас очень тепло и уютно. Прицеп оснащается системой кондиционирования. Это сплит-система. Сейчас она работает на обогрев. Идет горячий воздух. Можно регулировать направление потока воздуха. Несколько, два режима скорости. Сейчас работает на минимальном. Можно включить максимально. Очень быстро прицеп, несмотря на свой объем, очень быстро прогревается. Можно регулировать температуру. Кнопку управления, включение кондиционирования, либо отопления. И здесь кнопка включения режимов вентилятора. То есть, нажав ее, вы можете менять скорость. Свет весь в прицепе работает. Здесь у нас панель управления. Можно включить питание. Посмотреть включение помпы. Вот вы можете включить помпу, как видите, внутреннюю, либо внешнюю. И посмотреть зарядку аккумулятора, либо количество воды в баке. Также в прицепе установлена сигнализация с датчиком объема. Здесь у нас бар, в котором также можно включить свет. То есть, все культурно. Плита на четыре комфорки с пьезоподжигом. То есть, можно ее включить сейчас. То есть, все комфорки у нас работают. Ну, как видите, все отлично работает. Все замечательно включается. Давайте посмотрим гриль. Включим. Как видите, гриль работает. И духовой шкаф. Также включается с передней панели. Все отлично работает. Над плитой у нас установлена микроволновая печь. Холодильник в прицепе работает от 220 газа и 12 вольт. То есть, от 12 вольт холодильник работает при условии подключения серой вилки к вашему автомобилю. Включаем холодильник. Как видите, в холодильнике у нас есть подсветка. Сейчас включено от 220 вольт. Можно включить от 12. И работа от газа. Это современный холодильник. В нем нет уже окошка, в котором вы видите, как загорается газ. То есть, вы включаете на максимум, нажимаете, срабатывает пьезоэлемент. Как только пьезоэлемент погас, холодильник включился. Все у вас работает. Сейчас я все это выключу. Система отопления. Установлена печка на 3,6 кВт. Это печка Трума. Поджиг работает от двух пальчиковых батареек. Вот здесь установлен блок в этой части. В нем установлены две пальчиковых батарейки. При включении печки пьезоэлемент срабатывает автоматически. Печка поджигается. Пьезоэлемент, естественно, отключается. Система управления раздувкой. Сейчас у нас печка работает. Она очень хорошо греет. Работает раздувка на максимум. Вам, наверное, не будет слышно, но вентилятор работает. И из раздувочных сопол идет горячий воздух. Можно включить печку в ручной режим, как сейчас. Можно в автоматический. Вот сейчас она у нас работает в автоматическом режиме. Установив, допустим, на 3,5 кВт, вентилятор будет работать в автоматическом режиме и поддерживать заданную температуру в прицепе. Здесь у нас работа от 220 Вольт бойлера. Включили. Это медленный подогрев, спокойный режим. И ускоренный. То есть будет работать ТЭН на 2 кВт и очень быстро разогревать воду. Розетка на 12 Вольт и подключение телевизионной антенны. Блок управления печкой от 220 Вольт. Вы можете выбрать мощность 500, 1000 или 2000 Ватт. Просто ее включаете. Сейчас она не будет включаться. Она будет гаснуть, потому что работает печка от газа. И блок управления бойлером при работе от газа. Достаточно просто включить. Как видите, загорелся зеленый диод. Выбрать необходимую температуру. Вот сейчас клапан сработал. И бойлер у нас начинает работать от газа. Сейчас, так как нет воды, как видите, загорелся красный диодик. Воду я уже слил, потому что впереди зима, чтобы не разморозить систему. В этой части установлен бак. Бак небольшой, где-то литров на 40. Имеет свой насос внутренний, включение которым управляется центральной панелью. То есть вы включаете либо внешний насос для закачки воды в систему и в бак, либо включаете внутреннюю помпу, и у вас вода будет забираться из бака. Вот сейчас идет теплый воздух. Ну, здесь, конечно же, тумбочки. Вся документация по прицепу. Столик чайный. Сюда вы можете еще, разложив этот столик, сюда можно установить стол, большой, который хранится в шкафчике. Конечно же, это вот обеденная спальная зона. Можно выдвинуть вот эту ролью, сдвинуть подушки, и получится очень большая такая двухспальная крана. Переднее освещение. Лампы работают от 220 вольт. Здесь также имеются 12-ти вольтовые лампочки для чтения. И установлен диммер. То есть включается, и вы можете регулировать яркость освещения. Очень удобная вещь и очень полезная. Здесь у нас установлена магнитола. Как слышите, она прекрасно работает. Отлично ловит. Ну и, конечно же, традиционный для современных прицепов большой люк, который есть в передней и в задней спальной зоне. Работает свет. То есть все у нас здесь в рабочем состоянии. Антимоскитная сетка и солнцезащитная сетка. Давайте я сделаю потише. Раковина. Насос для подключения. Система водоснабжения. Ну и, конечно же, кран. Множество ящичков. Место для хранения посуды. Ну и, конечно, подсветка кухонной зоны. Лампы можно поворачивать, направляя свет в ту или иную сторону. Место для хранения столовых приборов и место для хранения продуктов, либо чего-то другого. Здесь также полочки, ящички для хранения вещей. И, включив внешнее освещение, когда мы его включаем, соответственно, имеем подсветку в этих ящиках. Теперь о второй особенности этого прицепа, которую я встретил впервые. Если вы уберете эти подушки, то вы увидите здесь вот такой воздуховод. Как видите, в нем проделаны отверстия. И когда у вас работает раздувка горячего воздуха по салону, отсюда идет теплый воздух. То есть идет отсечение холодного воздуха от окон. Она проложена, и это раздувка по всему салону, в том числе и под задним диваном. То есть идет такой небольшой подогрев спальной зоны, самого матраса. Здесь она также проходит, как я повторюсь, что это по всему контуру прицепа. Я впервые увидел такое решение. Очень интересное, достаточно простое, но при этом комфортное. То есть сейчас вот в домике, сейчас на улице где-то около нуля, достаточно сыро, а в доме очень тепло. Здесь у нас шкафчик, где хранится стол большой, блок предохранителей, зарядное устройство, которое заряжает аккумулятор, углекислотный огнетушитель и пакетник на 220 вольт. Это включение кондиционера. Как видите, я его включил. Подача питания на сплит-систему. Сейчас уже можно выключить кондиционер, отопление, потому что в домике уже становится жарко. Здесь у нас туалетная комната, поворотный туалет, умывальник, с этой стороны душ. Очень интересное решение по, так скажем, отделению спальной зоны. То есть вы можете закрыться дверкой, а можете сделать так. То есть у вас получится обеденная зона, туалетная комната и душевая. Можно открыть дверь душевой и отделить спальную зону вместе с туалетной комнатой и душевой кабиной от обеденной зоны. Тогда у вас хозяйская спальня, которая будет оснащена душевой кабиной и туалетной комнатой. В туалетной комнате у нас отдельное окошко, поворотный туалет, умывальник и ящички. Также имеется раздувка горячего воздуха. Вот сейчас отсюда идет хороший, теплый, даже горячий воздух. Давайте посмотрим, проверим освещение. Все работает, все замечательно. Душевая кабина, оснащенная люком. Можно включить свет. Поддон целый, без трещин. Небольшая трещина вот на этой дверке, как видите. Вот так можно отделиться и спокойно принимать душ. Закроем дверь. И сейчас я расскажу о спальной зоне. Спальная зона. Большая двухспальная кровать. Также здесь большой люк установлен с антимоскитной солнцезащитной стенкой. Кровать можно поднять. Открыть, точнее даже можно сказать. Поднять решетку. Здесь реально очень много места. Такой огромный бокс. Установлен огнетушитель. Это как раз тот бокс, через задний люк, в который вы можете попасть, заглянуть или что-то положить, как снаружи, так и изнутри. Вот как раз та самая раздувка. Сейчас идет отсюда. Теплый воздух, который как бы подогревает вот этот сам отсек и немного матрас, чтобы дополнительно, как бы дает дополнительное тепло. Здесь очень большой шкаф, при открывании которого зажигается свет автоматически. Шкаф достаточно большого размера. Имеет верхнюю часть и такой же ширины, нижнюю часть. Можно включить свет. Также свет включается там, где установлено зеркало. И здесь большое французское окно с антимоскитной. Вот она антимоскитная и солнцезащитная стенка. Шторки, вешалки. Все сделано очень добротно. Хорошие материалы и очень красиво. Тут очень много люков, как вы видите. Здесь у нас хозяйское зеркало. Также очень нижние ящички. Полочки. Розетка на 220 вольт. Розетка на 12 вольт. И телевизионный разъем для подключения антенны. Сюда можно поставить телевизор и смотреть его с комфортом. Ну что ж, друзья. Вот что я хотел рассказать об этом прицепе. На мой взгляд, очень интересный прицеп с очень интересной компоновкой. Интересные технические решения с отоплением, с внешними панелями. Напомню, они из пластика. Надеюсь, это видео вам было интересно. Оно вам понравилось. Так что всем удачи. Пока.